Наверное, понимание каждого человека принимаю. И вас, и вас, и вас. И это же самое качество, я все больше всего не люблю. Хочется быть позже, хочется быть эгоистичным. А если ты понимаешь всех, понимаешь и понимаешь. Вот наша душа, разговариваешь, говоришь, и еще дверь скрипучая. Это наша душа. Но это тоже не страшно. Страшно то, что я говорю, что понимаешь всех. То есть ты прощаешь, ты понимаешь, ты видишь человека. Кто что-то сделал, понимаешь, это страшно, потому как нет предела прощения. Чем больше думаешь о жизни, чем больше ты анализируешь окружающий мир, тем больше ты человеческий фактор, который возможен и положительный, и негативный. ты его видишь и понимаешь. Как и меня есть, тем я и являюсь. Я не из тех людей, которые вчерашним днем, днем, днем живут. Я бы хотел быть этим, но почему-то не стал, кем я есть, кем я стал, тем я и должен был быть. И советую вам тоже самое делать, и не надо вчерашним днем, днем живут. Бывает так, знаете, что вот я бы хотел, да, вот и вот в себе что-то изменить. Хотел бы, допустим, что-нибудь в себе улучшить, да, а этот от меня не зависит. В общем, жизнь, которая во мне есть, это эксперимент. Вот надо мной и окружающий мир ставят эксперимент. И чем это все закончится, это и есть то, чем мы и есть, все вместе взятые. Знаете, вот эти вот штучки всякие разные. По пальчикам подкидываешь, они вот скачут, на них смотришь, как они упадут влево-вправо. Это вот мы и есть. Как можно рассчитывать на то существо, которое подкидывается? Как это делать-то вообще? Как, как, как можно ранить? Вот вы такие вещи заонрете этому всему существу, который уже в полете. Это нереально. А это мы и есть. Мы сами не знаем, кого вы. Мы уже в полете. Мы уже подкинуты. Поездил я уже в своей жизни по разным странам. У меня есть два города самых любимейших. Это Петербург и Нью-Йорк. Энергия, которая в этих городах есть, вот она одинаковая. А мы стремимся там, где наша энергия, там жить. Доктор Хаус. Я на него смотрю и вижу, что это что-то я. Это очень важно, когда ты в творчестве с кем-то сходишься, ты понимаешь, что этот человек похож на тебя. Значит, я не такой уж потерянный. Значит, есть люди, которые так же думают. Значит, есть люди, которые живут такой же жизнью. Значит, я такой не один. Значит, мне там могут понять. Я страшный со мной. Люди не дерутся вот так вот. Мы в Тури ездим. Получается так, что вот какие-то вдруг вопросы возникают. Я в это дело вписываюсь. Люди на меня смотрят. Все понятно. Все хорошо. Мне просто не удается это делать. А драться зачем? Вот опять же. Вот почему этот человек, который ваш соперник, подумал, что вас можно даже ударить? С какого ты так вот? Я ему ухо подкушу. Да много их на самом деле. И Евгений, и Евгений Сигнеев, и Олег Бабрисов. Да много. Так вот. Их много. Ну, вот конкретно вот так вот взять кого-то, да, вот искать вот этого лучше. Да так нельзя. И Олег Янгин, Коскин, и Булгаков. А чем они хуже всех? И Нагогов. А чем они хуже друг у друга? Чем они могут отличаться? Да и ничем. Наше понимание их вот это вот отличает их между собой. Тем, что как мы к ним относимся. А так-то они все хорошие. Все мы немножко как-то вот так вот догадываемся, в чем суть. Немножко, да, 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 догадываемся. Каждый из нас видит помпсу в себе. Мы видим помпсу в окружающем мире. Уничтожить ее сложно. Бороться нужно. Нужно делать. Ну так. В кино бы ехать, ты знаете, остаться. У кого? Какого? Какого есть? В кино было бы интересно, конечно. Что-то такого темного, темного. Другой мир пять. У меня одна мысль. Мне нужно, чтобы ко мне люди подошли и сказали, вы знаете, я думаю так же, как и вы. И мне становится легче. Я не порабощен никого. Я еще больше единомышленник. Как порабощен? Зачем? Порабощеный человек – это человек недумающий. А я бы хотел дружить еще. И единомышленников. Мне нам нужно к себе привлечь. И, наверное, тех любимых людей, которые, возможно, были бы мне друзьями. Вот Сергей Александрович – мой друг, да? Единомышленник. Не понимаешь, о чем вообще. Есть они где-нибудь. Он мой единомышленник. И мой друг. Жаль, что мы через сто лет общаемся. Он мне, а я ему. Жаль, что он мне жив. А если бы мы были бы друзьями, возможно, бы этого в его жизни не произошло. Ну, жалко. Ну, так есть, так есть. Последнее, что я вот все отребил – это Геннадия Харазанова и Аня Габать Слашилия. Ну, я удивился от того, что вот на кого идешь – не радуешься, а на кого не идешь – радуешься. То есть, вообще, жизнь – красивая штука. Мы можем ошибаться – это здорово. Мы можем не рассчитывать на то, что рассчитывать нужно. И можем удивиться от того, что как это здорово. Блин, то, что я хотел видеть – это не так, а так, это так, это так. У нас, у людей есть возможность жить логически и есть возможность жить эмоционально. И это здорово. Спасибо. 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 Спасибо.